Я представляю компанию, которая уже несколько месяцев занимается таким интересным делом, как контент-маркетинг. Однако, спустя эти полгода, мы отчетливо стали понимать, что до сих пор, что именно из себя представляет контент-маркетинг, понимает не очень много потенциальных клиентов, много путаницы. И чтобы развеять часть мифов и объяснить, чем может быть полезен для вашего бизнеса контент-маркетинг, и посвящен мой доклад. Итак, пойдем по порядку. Как выглядит типичная рекламная кампания? Это прежде всего ориентировка на горячий спрос. То есть, приходит клиент, говорит, давайте что-нибудь сделаем, чтобы завтра пошли клиенты, чтобы мы начали отбивать затраты на то, что отдаем вам в виде материальных средств по договору. Однако, происходит следующее. Происходит снижение спроса. Возможно, почему-то начинают рекомендовать ваших конкурентов. И через какое-то время вы осознаете, что выросло целое поколение клиентов, которые о вас абсолютно не знают. Дмитрий, прошу прощения, секундочку. Можно лицом на камеру для онлайн и для записи? Хорошо, хорошо. То есть, выросло целое поколение клиентов, которые абсолютно не знают, кто вы, что вы и почему нужно идти именно к вам. То есть, вчера вы были сильным брендом. Вы стояли в топе в поиске, вы давали контекстную рекламу. Но ситуация такова, что теперь с вами не хотят говорить. Вам нужно опять доказывать свою экспертность. То есть, фактически вы потеряли рынок и пошли долгой дорогой в неизвестные дали. Кто же в этом виноват и что делать? Все дело в том, что непрерывное вовлечение людей в интернет привело к тому, что объем обмена информацией сильно возрос. И теперь бизнесу уже недостаточно быть просто крепким брендом. Теперь ему нужно перерастать в медиа. То есть, нужно быть публичным. Те, кто этим занимался еще несколько лет назад, сегодня мы о них знаем. Сегодня мы им верим, мы их считаем экспертами и мы к ним приходим. Те, кто опирались просто на хороший продукт, что хороший продукт сам себя продаст, что достаточно просто быть где-то, скажем так, иметь возможность подставиться под клиента, то те оказались внезапно внизу. И с перспективами развития у них теперь все тяжело. Так вот, контент-маркетинг как раз и призван создать возможности для распространения контента о вашем бизнесе, который будет влиять на доверие клиентов вам. и, соответственно, будет снимать их страхи, возражения и в долгую играть на перспективы вашего развития. Фактически, мы говорим о том, чтобы с помощью контент-маркетинга создать возможность показать вашу экспертность, чтобы люди, которые убедились в дальнейшем, стали адвокатами вашего бренда, ну и, соответственно, сами обращались к вам. Вся проблема в том, что вокруг контент-маркетинга, поскольку он не очень распространен в России, сложилась такая ситуация, что его начинают путать с другими рекламными каналами. То есть, из той рекламной кампании, которая предшествовала появлению контент-маркетинга в России, в Рунете, в принципе, сложилось ощущение, что контент-маркетинг – это замена, например, поисковому продвижению. Это не так. Контент-маркетинг – вообще отдельный канал. Кроме того, приходит много клиентов, которые говорят, давайте попробуем. На месяц выделим вам бюджет, на два, на три, на полгода. Попробовать контент-маркетинг нельзя. Нельзя доверие заслужить за месяц, за два, за три. Можно написать хорошие статьи, но это тоже не контент-маркетинг. То есть, просто хорошими текстами отделаться в рамках контент-маркетинговой модели невозможно. Доверие, к сожалению, нельзя завоевать быстро. Вся проблема с контент-маркетингом, с его продажей, с приходом туда вашего бизнеса заключается на данный момент в том, что реальную отдачу от него вы увидите через очень продолжительное время. То есть, тогда, когда вырастет целое поколение ваших адвокатов, ваших потенциальных клиентов, которые будут вам верить, и, соответственно, это начнет вам приносить ощутимую отдачу, которую вы уже можете посчитать в виде рои и каких-то других показателей. Это как раз объясняет, почему попробовать нельзя. По факту мы видим реальный прирост по продажам там, где это начиналось год, два, три назад. Там, где это делалось несколько месяцев, результаты крайне незначительные. Определенные вспышки есть от какой-то удачно размещенной статьи. Какой-то мы видим прирост по трафику, какой-то мы видим прирост по продажам. Но это все истории эпизодические. В самом конце будет график, мы это увидим, как это на самом деле развивается. Вторая проблема с контент-маркетингом, что его невозможно построить на дешевых инструментах. Нельзя создать доверие с помощью контента, который заказывается там за три копейки. Чтобы написать одну статью хорошую, которая покажет ваш бизнес с точки зрения как эксперта в своей нише, автор должен погрузиться в ваш бизнес, он должен изучить материалы, которые существовали до этого. И, соответственно, создать что-то новое, особенное, прочитав которое, потребитель скажет, «Ах, на это уходят недели, иногда месяцы, чтобы написать одну хорошую статью». Поэтому, кстати, мы их так редко и видим. Поэтому получается, что стоимость производства одного материала может занимать не только длительное время, но и, соответственно, существенно стоить. Иногда для одной статьи привлекается несколько авторов. Иногда требуется там командировки куда-то там, привлечение подрядчиков для съемки контента. Если вы… контент-маркетинг, это может быть не только текст, это может быть и видео, и аудио, это что угодно. Поэтому контент-маркетинг – это дорого, его нельзя создать за копейки. Средняя стоимость статьи в контент-маркетинге, ну, не статьи, а, скажем, контентной единицы, это от 5 и до 25 тысяч рублей. Представьте, да, насколько это отличается с копирайтингом, где вы заказываете одну статью в среднем там за 500-600 рублей. Может быть там за тысячу, за три тысячи. То есть здесь совершенно другие порядки идут. И здесь мы плавно переходим к тому, как КМ работает. План контент-маркетинга, он примерно следующий. Первое – это бриф с клиентом, потому что контент-маркетинг подходит далеко не всем. Могу сказать, что примерно трем из пяти клиентов мы отказываем, потому что мы ничем им помочь не можем в плане контент-маркетинга. Дальше. Когда мы оценили перспективы, дальше мы составляем так называемую матрицу контента. Дальше следует на основании матрицы контента составление контент-плана. Потом туда добавляется план репостов, посева, и, собственно, начинается работа. То есть подготовительный период может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев. Это еще ничего происходить не будет, вы будете только общаться. Ну и дальше уже в зависимости от того, какие результаты нам достигнуты, происходит корректировка стратегии. А теперь пройдемся по каждому пункту отдельности. Зачем нам нужен бриф? Вся проблема в том, что нам нужно разобраться, подходит контент-маркетинг вам как инструмент, принесет ли он вам какой-то эффект. Потому что если мы начали работать, мы выйдем из этой работы через несколько месяцев, может быть лет, это значительные инвестиции. Соответственно, чтобы не заставлять инвестировать в черную дыру, в черный ящик, соответственно, мы должны разобраться, а даст ли это в принципе вам какой-то эффект. А кому контент-маркетинг показан? Он показан тем бизнесом, где эксперт может влиять и существенно менять мотивацию клиента. Второй пункт, это все эти пункты должны сойтись. Там, где проблемы волнуют, проблемы, которые вы будете освучивать в контенте, волнуют значимую долю от всей целевой аудитории. То есть если ваша целевая аудитория озадачена какими-то очень маленькими болями, у каждого своя, там купить карандаш, купить стерку, купить тетрадку, это вам не подходит. Точнее, тут контент-маркетинг ничего сделать не сможет. Вы можете написать историю, какие там прекрасные бывают ластики, как ими можно стирать, но это ударит в очень маленькую аудиторию. В итоге никакого эффекта от этого вы не получите. Это будет совершенно другая история, которую можно озвучить, как создание просто информационного справочного контента обзорного. Это другая история, это не контент-маркетинг. Контент-маркетинг – это повышение экспертности. Создание справочного контента – это совершенно другая история. Их не надо путать. И третий момент – это там, где вы можете этот контент посеять и задеть сразу большую часть аудитории. То есть кажется, например, что канцтовары задевают огромную часть аудитории, но по факту найти точки соприкосновения там, где люди нацелены на приобретение канцтоваров, их крайне сложно. То есть с одной стороны, например, все отправляют детей, мамы в школу. То есть кажется, что мы зайдем сейчас на мамский блок и там выложим, например, на какой-нибудь baby-блог, зайдем и напишем, вот там существуют такие канцтовары, они различаются так-то и так-то. А по факту сосредоточенность на канцтоварах в данный момент у данной аудитории будет крайне незначительна. Возможно, там в сентябре или в августе нам удастся попасть в точку. Но по факту в течение года мы не можем найти точек соприкосновения, где бы мы могли в нише канцтоваров влиять с точки зрения эксперта на аудиторию. Мы работали с магазином канцтоваров, результаты были крайне значительные. Это, собственно, одна из тех тем, на которые мы обожглись, когда стартовали. А вот в медицине совершенно другая ситуация. Там как раз ваше экспертное мнение может существенно изменить мотивацию клиента. То есть человек пойдет тому врачу, которому он верит. Поэтому, соответственно, если вы будете прокачивать свою экспертность в области медицины, то шанс у вас увеличить существенно поток клиентов, он существует. А в канцтоварах нет. То есть здесь в канцтоварах у нас как раз сходится все, о чем я говорил ранее. И эксперт нам не особо важен в канцтоварах, разбирается человек в карандашах или нет, какая разница. Карандаши производят какой-то бренд, и, соответственно, мы просто можем пойти в любой магазин за углом и там купить этот бренд. Поэтому от того, насколько вы разбираетесь хорошо в карандашах, ваша прибыль сильно не вырастет. И вот дальше, когда мы разобрались, кому контент-маркетинг полезен, показан, дальше пошла работа редактора. И вот эта самая увлекательная часть, внутренняя, не всегда видна клиенту, только уже в результирующем виде. К сожалению, пришлось заштриковать конкретные темы. Но, по сути, мы видим, что откладываются с одной стороны рубрики, точнее, а с другой стороны, на кого это может повлиять. И дальше редактор садится с клиентом и начинает придумывать темы, затрагивать те боли. Боли, понятно, извлекаются из того контента, который существует, из тех вопросов, которые есть в интернете, из тех вопросов, которые идут в компанию, редактор из них генерирует темы, и дальше вот эти клеточки начинают вырастать, и создается достаточно большое количество тем. Вот здесь вот план матрицы контента на 170 тем. Это 170 тем, которые дальше пойдут в работу. А дальше они превращаются в контент-план, расписанный по датам. Каждая тема закрепляется за какой-то датой, за каким-то автором, и пошла уже работа по написанию этого текста. Если это видео, контент-маркетинг, соответственно, это будут там какие-то съемки. Если аудио, то там еще что-то. Распространение. Когда клиент начинает говорить о контент-маркетинге, он очень часто забывает, что контент не выстрелит сам по себе. От того, что вы его опубликуете на своем блоге или в своем разделе статей, ничего не произойдет. Об этом узнают только те, кто и так ходит на ваш сайт, те, кто и так с вами общается, те, кто и так знаком с вашим брендом. Нам нужно наш хороший экспертный контент донести до тех, с кем вы еще не сталкивались. Нам нужно повлиять на мотивацию тех, кто может к вам прийти через какое-то время. Если, соответственно, сочтет вас за эксперт. Соответственно, либо вы занимаетесь этим сами, либо вы тратите деньги, либо ваш контент-маркетинг превращается в копирайтинг. Просто хороший копирайтинг. Как можно распространять контент? Как ни странно, самым хорошим методом является собственный ресурс. Все вы слышали о столовой номер один или Кубань, Желдор, Маш. Надеюсь, что большинство из вас столкнулись и читали эти интересные опусы. Это как раз живой пример распространения через собственный ресурс. Создается какой-то паблик, он раскручивается, и дальше через этот паблик выплескивается на аудиторию, и адвоката вашего бренда уже дальше с помощью репостов уже в свои аккаунты расширяет ваш охват. А вообще некоторые компании позволяют себе создавать более сложные ресурсы. Вот, например, один из примеров хорошего контент-маркетинга – это журнал Тинькова. Журнал .tinkov.ru, где выкладывается большое количество информации, полезной с точки зрения развития финансовой грамотности. Кстати, редактор Тинькова, кто не знает, это Максим Ильяхов, гуру в области контент-маркетинга в России. А дальше, что следующее? Естественно, что мы можем сюда еще добавить? Мы можем зацепить этих людей и влиять на них с помощью тагет-рекламы. Кто смотрел позавчера Яндекс.Маркетинг, конференцию Яндекс.Маркетинга, видели, что они пытаются догнать социальные сети и ввели новый сервис, который называется Аудиенс Аудитория, Яндекс.Аудитория. Фактически это то же самое, то есть попытка создать тагет-рекламу в Яндексе. Но в социальных сетях мы тоже это можем делать, и многие делают. То есть мало того, чтобы вы выпустили свою статью, разместили ее в своем блоге. Дальше вы с блога делаете репост в свой паблик. Дальше вы этот репост из своего паблика, нажимаете кнопочку «Поднять публикации» и выбираете аудиторию, ставя галочку «Не из нашего паблика». И начинаете крутить рекламу в своей статье на тех, кто не входит в ваш круг общения. То есть наоборот, видите, мы здесь заботимся не о продажах, а о росте вовлечения. У многих просто мозги ломаются, когда мы делаем наоборот, с точностью наоборот. Никаких прямых продаж от контент-маркетинга ждать не нужно. Здесь совершенно другая история. Лидеры мнений. А Facebook, да в принципе и ВКонтакте тоже настроены так, что, скажем так, контент через паблики распространяется достаточно слабой. И гораздо более сильным вариантом являются репосты от лидеров мнений. То есть ищите лидеров мнений, с ними договариваетесь, они делают репост вашего контента. Иногда это стоит денег, иногда это можно договориться бесплатно. СМИ, паблики, это гостевые посты, интервью, аналитика, инфографика. В чем прелесть контент-маркетинга? В том, что контент получается такого качества, что СМИ, голодные до хорошего контента, зачастую принимают его бесплатно. И это прекрасный большой плюс, можно существенно сэкономить на бюджете. Ну и, конечно, крауд, это работа с пабликами, с форумами, об этом не нужно забывать. Нужно мотивировать и персонал, и, соответственно, того, кто отвечает с вашей стороны за контент-маркетинг, чтобы информация максимально распространялась. И таким образом тоже. Ну и про рассылку не нужно забывать. Директ-имейл до сих пор является очень сильным инструментом, если правильно его настроить. Тут надо помнить, одна еще тоже из серьезных возражений при работе с контент-маркетингом, посев может стоить дороже, чем сам контент-маркетинг. То есть разместить статью в издании а-ля VC.ru стоит 80 тысяч рублей. Даже просто сделать репост в их паблике стоит 15 тысяч рублей. Это могут быть весьма значительные расходы. А одна статья в месяц не факт, что нам что-то даст. Чтобы контент-маркетинг быстрее заработал, вам нужна регулярность. А регулярность – это не одна статья в месяц. И что в итоге мы получаем на выходе? А на выходе мы получаем, по сути, только одно. Это расширение вашего влияния на потенциальных клиентов. Кажется, что это очень мало. Но на самом деле мы начинаем за это получать хвостом еще огромное количество бонусов. Мы получаем прямой трафик, который сразу конвертируется в какие-то там продажи, либо заказы, либо контакты и так далее. Мы начинаем получать поисковый трафик. Это следствие. Это не причина. Не для этого мы затеваем контент-маркетинг, но это приходит вместе с ним. Во-первых, растет частотность запроса вашего бренда. Люди начинают чаще о вас спрашивать. Там, где мы занимаемся этим, там частотность бренда растет иногда в десятки раз. То есть до этого вас практически никто не запрашивал. Через год-два вас запрашивают уже так часто, что это основной трафик на ваш сайт. Ко мне мы занимаемся в том числе поисковым продвижением. Там пошла одна компания, и я анализировал поисковый трафик. У них 80% поискового трафика приходит по бренду. Это тот трафик, который у вас никто никогда не отберет. Это абсолютная независимость от поискового продвижения. По сути, будете вы стоять там топ-1 по вашей целевой фразе или не будете, уже не играет никакой роли. Вы теряете зависимость от традиционных каналов горячего спроса. То есть вы уже перестаете так сильно зависеть от этого, благодаря тому, что вы прокачались настолько, что теперь люди приходят, потому что вы – это вы. Это очень важно с точки зрения развития бизнеса. Вы думаете, что, например, на букинг попадают чаще, потому что набирают там гостиницы в Калининграде или в Москве? Нет, люди гораздо проще, быстрее, вернее, чаще забивают просто слово букинг и идут туда уже конкретно за этой услугой. А у букинга на сегодня 75% трафика бронирования гостиниц в России. А начали они это делать в 2010 году. И, начиная где-то с 2012-2013 года, фактически убили рынок онлайн бронирования в России. Только потому, что вот так прокачались. Что еще будет? Будет обращение к персонам вашей компании. То есть люди будут искать тех, кто представляет ваш бренд и, соответственно, чаще к ним обращаться. А это в том числе и лиды, особенно это в B2B-шной нише важно. И контракты. Бывает, что один контракт может закрыть все расходы на контент-маркетинг за 10 лет. Такое вполне возможно. И, конечно же, это рост числа рекомендаций. Это те самые ссылки, естественные, которые действительно, естественно, они под них маскируются. Люди начинают вас рекомендовать все чаще, чаще и чаще. И более того, эти рекомендации начинают приводить вам клиентов, даже среди тех, кто не знаком с вашим брендом. То есть возникает огромное количество адвокатов вашего бренда, которые, когда у них спрашивают, кому пойти, говорят, а вот есть вот тот-то и тот-то. И последний пункт – это можно значительно увеличить цену. Это тоже может быть сильным мотиватором для того, чтобы прийти в контент-маркетинг. А вот здесь пример, как растет степень охвата при работе с контент-маркетингом. Ну вот, как вы видите, все идет очень медленно. Медленно-то медленно, но уже первые результаты там есть. Поисковый трафик, видите, тоже растет. Снизу поисковый трафик. Google, Яндекс не очень хорошо может быть видно. Зелененький Google, он быстрее реагирует. Там поискового трафика пока всего в районе 5-7% от общего трафика на сайт. Все остальное – это переходы в социальных сетей. Но, тем не менее, как бонус можно это воспринимать. Итак, возвращаясь, чья история – это контент-маркетинг? Кому он реально поможет? Первое – если вы много писали сами и какой-то видели отдачу, а потом начали уставать, вам все труднее создавать новый контент ценный, это вот как раз история про контент-маркетинг. Тогда вы уже можете пойти и найти тех, кто будет продолжать это делать за вас. И там действительно результат будет. Второй вариант – это когда компания была первой на рынке или в рядах первой. Потом в какой-то момент начали понимать, что появился целый пласт клиентов, который о них даже и не знает. То есть они выпали из инфополя. Вот если вы были хорошим, крепким брендом, а потом начали понимать, что вы просто не успеваете за современной действительностью, начинаете выпадать из инфополя, это тоже ваша история. Здесь мы можем взять вашу историю, мы можем взять ваши бизнес-процессы, мы можем взять ваших адвокатов бренда и из этого сделать какую-то хорошую, крепкую контент-маркетинговую историю. И третий вариант – это когда вы в состоянии создавать контент, но вы создаете его для специалистов. Вы хотите клиентов, а создаете контент, который в состоянии понять только те, кто находится на одном уровне понимания с вами. То есть вы не можете залезть в голову потребителя и вытащить оттуда его боли, и решить их. Но есть возможность, соответственно, это все дело перестроить, переработать, и это тоже хороший вариант для того, чтобы прийти в контент-маркетинг. Кому же идти за контент-маркетингом? На самом деле идеальный вариант – это вы сами. Лучший контент-маркетинг, который можно сделать, это вы должны его сделать сами. Но в случае, если у вас это не получается, то вы можете прийти к нам. Все, всем спасибо за внимание. Дмитрий, спасибо за доклад. Вот последним слайдом практически ответили на вопрос, который я готовился прочитать. Для успешного контент-маркетинга прагматичнее привлекать эксперта со стороны или использовать потенциал собственных сотрудников? Да. Опыт показывает, что лучший контент-маркетинг – лучшие кейсы там, где это идет изнутри. К сожалению, это не всегда возможно. Не всегда возможно найти человека такого движка, чтобы он начал там и писать контент, и его распространять. Это, в общем, не самая простая история именно в бизнесе. Еще есть вопросы. Как считать правильно ROI при затрате на контент-маркетинг? Вот, к сожалению, с ROI большая беда на самом деле. Можно считать не ROI, а другие показатели. Например, частотность бренда через банально Wordstat. Можно считать по другим метрикам рост охвата. А ROI, к сожалению, здесь не посчитаешь. Потому что по факту связать какую-то конкретную продажу с вашей работой в области контент-маркетинга – это почти нереальная задача. Потому что это очень отложенная история. То есть вы сегодня забили гость в голову очередному клиенту, а придет он к вам через три года. И поймать его, поставить на него какой-то ярлычок, метку – это почти нереальная история. Это одна из серьезных проблем, почему некоторые так и не могут убедить там руководство или принять самостоятельное решение идти в контент-маркетинг. Но это их проблема. Следующий вопрос, он связан с предыдущим. Насколько сложно продавать такой продукт? Какие есть специальные инструменты для этого? Продавать крайне сложно на самом деле. Во-первых, именно из-за того, что контент-маркетинг – это история про некие эфемерные сущности, которые померить очень тяжело. То и, соответственно, продажи начинают носить характер. А давайте попробуем. То есть в любом случае мы нашли свой путь через создание некого пробного контента. То есть заход в компанию делается через создание контента, который должен понравиться руководству. Если такой контент нравится руководству, дальше мы начинаем уже строить какие-то более длительные планы. Потому что иначе просто не получается. Последний клиент, с которым мы беседовали, мы его выживали до конца. Просто мы его приперли к стенке, стали тыкать в него палкой и говорить. Скажите нам, что вы будете считать удачным успехом нашей работы по контент-маркетингу по отношению к нам. Он ответил очень просто, что если мне нравится контент, то значит это успешно. Но это аналог проституции, но по-другому пока никак, к сожалению. Пока на рынке не появится достаточно кейсов, к сожалению, пока только так. Если на западе контент-маркетинг это уже состоявшийся бизнес с оценкой примерно где-то в 12-15 миллиардов долларов, то в России это пока очень узенькая история, которую мы видим в виде каких-то ярких кейсов с непонятной отдачей. Например, какой плюс столовый номер один от того, что они там пишут для людей, которые читают их где-нибудь в другом городе. Да никаких. На первый взгляд. С другой стороны, их охват внутри города вырос значительно, растет значительно просто от этого, что «А, вот ты слышал, какая у нас там знаменитая столовая». Дмитрий, спасибо за доклад.